Шаббат, шалом никулям. Шаббат, шалом никулям. Шаббат, шалом никулям. Одна им не сможет. Анатно юм корим шней парашот. Пороша мотот. Пороша мотот. Пороша Масаей. Как мы уже сказали, мы читаем сегодня две недельные главы. Одна называется Мотот. То есть это главы сынов Израилев, а другой Масаей. Это путешествие, которое они проходили. Рами, можно микрофон нам еще один сюда? Прошлая недельная глава, она очень сильно связана с этой недельной главой, которую мы читаем. Это как одно целое. Спасибо. В прошлом главе, кроме первых стихов, которые говорили о Пинхасе, то, что написано на русском, все остальное повторяется вот в этих главах, которые мы читаем. Пинхасе, которые мы читаем, которые мы читаем. Сегодня мы обхватим три недельные главы. Мы рассмотрим все эти три главы поверхностно. Мы рассмотрим все эти три главы поверхностно. Израиль. Израиль, он тогда находился у подножья Муава. Израиль, он тогда находился у подножья Муава. Сорок лет уже прошло после того, как они ходили по пустыне. И несмотря на то, что Моисей, он до сих пор оставался в силе и крепкий, но он уже чувствовал, что его время на исходе. И он понимал, что в данном случае нужно... 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 нужно 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 чтобы он способен для того, чтобы они могли работать правильно, чтобы они могли функционировать правильно, согласно Божьему Слову, и войти в землю обитованную. Это очень важно для того, что вы работаете в какой-то строительстве, в какой-то строительстве, и вы, например, работаете на пенсию, или работаете в другой строительстве. Это похоже на ту ситуацию, представьте, что вы работаете в каком-нибудь офисе, или в какой-то фирме, и вы выходите на пенсию. Вы должны взять человека и подготовить его, и передать ему все знания, которые у вас были. И не только одного человека, но и всю команду. И это то, что сделал Моисей, об этом мы читаем. И это то, что сделал Моисей, об этом мы читаем. И все это начинается с 26 главы, где Моисей начинает подготавливать народ. То, что он сделал первым делом, он исчислил сынов израилевых. Почему он так поступил? Если ты знаешь, сколько есть у тебя человек, ты можешь представлять, какая у тебя сила, и какую армию ты можешь построить. из-за того, что они должны были перейти и Ордан, и потом воевать. Это то, что он делает первым делом. После этого он понимает, что должен быть новый предводитель, который его заменит. Он посмотрел вокруг. И, естественно, на кого он смотрит? На того, который был все время рядом с ним. Это был Иисус Навин. И он его поставляет, чтобы тот был лидером. Он помазывает его. И вот у тебя есть команда, и у тебя есть лидер. Так чего же тебе не достает тогда? У тебя должны быть правила, по которым ты должен действовать. У тебя должны быть правила, по которым ты должен действовать. И вот в 28-29 главе, там как раз рассказывается вот об этих правилах. Там находятся все заповеди, которые относятся по отношению к служению Богу. Как и каким образом, какие жертвы нужно приносить по праздникам, будние дни, по шаббатам? Так что мы говорим, что есть Ам, есть Мангик, есть Хуким. Есть народ, есть лидер, есть правила. Еще есть правила, есть правила, что царих, не стакали, не езжу, не езжу, не езжу, не езжу, а шореш, амар. Но еще нужно обратить внимание на одну вещь. это горький корень. Присутствует ли он в народе или нет? И что с ним делать? И вот на тот момент в народе не было вот этого горького корня. Потому что Пинхас Финес сделал всю работу. То есть было поражение Божье за блуд, и Пинхас это все остановил. И тот, кто согрешил, он умер. но не смотря на это, до сих пор оставался тот народ, от которого вот этот вот блуд вышел. Это медианитяне. И вот то, что Моисей говорит народу, он говорит, вы должны воеваться этим народам и истребить их. И то, что произошло, несмотря на то, что народ пошел исполнять Божье повеление, они уничтожили всех мужчин, но они взяли женщин с собой назад. И Моисей говорит, как вы поступаете? Они те как раз, которые ввели вас в блуд, и вы их опять приводите в стан Божий. И впоследствии то, что Моисей говорит, он повелевает им, что нужно всех убить и оставить только женщин, девственниц. Неужели? Неужели? Неужели. Вы забрали, но Машу. И это нам показывает что-то, с одной стороны, на духовное состояние, но и с другой стороны, на то, как мы должны поступать. с духовной стороны, если мы противостоим греху, или с чем-то воюем в духовном плане, то мы должны отстаивать это до конца, и воевать до конца. если мы оставим какой-то даже маленький корешок, он вновь вырастет. если мы смотрим на это с другой стороны, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, например, мы можем видеть человека, который, он может быть даже работал хорошо, и правильно поступал, но в какой-то момент, ты приходишь, ты останавливаешь его и говоришь, все, больше тебе здесь не положено продолжать твою работу. И то, что сделал Моисей, это вот, он поставил, объединил весь народ, поставил им лидера, дал им заповеди Божьи, передал их от Бога, и попытался вытащить и истребить вот этот горький корень. И это все? Нет. Есть еще одна вещь. Вот у них есть все эти правила, и, может быть, они уже готовы поступать по ним и служить Богу, но в каком направлении они должны двигаться, куда они должны войти. И то, что Моисей делает, он переписывает просто все места, в которых они находились, от того момента, как вышли из Египта, и до Моава, и до Моава. И до Моава. И до Моава. В имитцат шины, ламрочем, омдим, бездот, 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 бездот Моава, у Михалеки Тарес. И несмотря на то, что они уже находятся у подножья Моава, он им потом разделяет землю. Почему он так поступает? Почему он так поступает? И до Моава. 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 Это для того, чтобы новое поколение, которое родилось в пустыне, они знали, откуда они вышли, чтобы они знали тот путь, к которым они шли, и куда они должны двигаться. И я думаю, что каждый из нас, он должен задать себе вот этот вопрос. Откуда я вышел? По какому пути я иду? И куда я иду? Правильный ли мой путь, в котором я двигаюсь? То есть, в Халукат Арыц, он указал, что эти аримы, они не были одни, они были для людей, они были для людей, и они были для них, и они были для них. То есть, несмотря на то, что они еще не вошли в землю обетованную, но Моисей уже им эту землю разделил, и каждому сказал, какая земля ему принадлежит. И также он провозгласил, в какой земле будет находиться, в какой земле будет жить колено левитов. И левиты они были находить, они жили в каждом колене. Чтобы они могли быть светом, и светить народу. И то, что здесь мы видим, это как Моисей строит весь этот план. И иногда даже, несмотря на то, что мы построили какой-то план, так часто происходит, что какие-то вещи снаружи, от которых мы независимы, начинают влиять на нас. И вот Тора здесь поднимает две таких вещи. Первое, что-то более простое. И вот приходят дочери, то, что на еврейите называют, вот Салавхад, на русском, не помню как. И они обращаются к Моисей, потому что Моисей разделил всю землю. И те, которые должны были наследовать эту землю, это мужчины. А у их отца не было сыновей, были только дочери. И вот они обращаются к Моисею и говорят, а что с нами? У нас тогда не будет никакого обетования, никакой земли мы не получим, наследство. И они будут там жить. И то, что Моисей потом спрашивает у Бога, Бог говорит, что да, им тоже полагается наследство, они будут замуж за кого-то из своего колена, и они будут там жить. И они говорят, как же так, они выйдут замуж за других из другого колена, и тогда, наше наследство потеряется. И тогда Бог им сказал, что они могут выбрать, кого захотят, но из своего колена. И это более-менее легкая проблема, которую Моисей разрешил. Но вторая проблема была посложней. Перед тем, как Израиль подошли к Моаву, они захватили еще два царства. И еще одно другое. То есть это два государства они были за Иорданом. И вот три с половиной колена, они увидели эту землю, она им понравилась, увидели плодородную землю и решили там остаться. Несмотря на то, что Господь заповедовал им, сказал, что весь народ должен перейти и Иордан, и захватить обитованную землю. И вот здесь у Моисея стоит такой вопрос, как это так они могут поступить? Почему они отклоняются идти вместе со всеми и захватывать, но хотят отделиться? И легко сказать, давайте мы все-все соберем и перейдем в Иордан. Но Моисея, он в основе, он поднялся в инъян и понял, что они готовы к ним, только что они находят это. И то, что Моисея впоследствии понимает, он говорит, что он понял, что вот эти два с половиной колена, они готовы перейти Иордан, они готовы воевать вместе с остальными, но вот эту землю они хотят, чтобы она принадлежала им. И вот они дают ему обещание, что они будут воевать, что пойдут впереди всего народа. И Моисея им говорит, если вы так поступите, то вы потом сможете возвратиться, и это будет вашей землей. а если нет, то вы перейдете вместе с Израилем, и получите другую. хорошо. И в заключение хочу сказать, что перед Моисеем стояла нелегкая работа, но он смог построить план, разделить все, и двигаться по этому плану, и те проблемы, которые возникали, смог их решить. hay нет, и я думаю, что мы, иногда, нужно взять время, сидеть, и думать, с каким-то амором, с каким-то амором, и приобрести. НО, и следует... чтобы проверить. И следует... не следует... делать... что там, так или иначе... не следует... амором, вот... И я хочу сказать, что я думаю, что так же и мы, подобно Моисею, можем сесть, подумать хорошо, помолиться, посмотреть, какие трудности стоят перед нами. Может быть, в молитве прийти к какому-то решению и не поступать опрометчиво. И если у нас есть с Богом прямая связь и хорошая связь, то это точно может нам помочь в наших решениях. Спасибо всем.